На итоговой конференции следственное управление озвучивает цифры по раскрываемости преступлений, близкие к 100%. Число оконченных уголовных дел возросло, а сроки предварительного следствия заметно сократились. Такие высокие показатели считают здесь результат оперативной работы следователя и уголовного розыска полиции, чего стоит резонансное дело по убийству пятилетней девочки в СНТ «Восход». Тогда следственная группа работала буквально на казарменном положении, и преступник удалось задержать по горячим следам. Хотя здесь уверены, если бы органы опеки и попечительства не умыли руки, а уделили семье должное внимание, трагедии удалось бы избежать. Мы в отношении этого должностного лица, органа опеки и попечительства, возбудили уголовное дело за халатность, расследовали это уголовное дело и направили в суд. Надеемся, что это дело само по себе сыграет определенную профилактическую роль, в том плане, что другие должностные лица будут знать, что недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей может привести и к такому печальному карьерному итогу. В суд направили и 88 уголовных дел из прошлых лет. Эти преступления удалось расследовать только в 2015-м. А сегодня на особый контроль следственное управление берет жилье для детей-сирот. Мы посмотрим и проверим, нет ли в действиях тех должностных лиц, которые выделяют подобное, если можно назвать, жильем помещение, на предмет наличия в их действиях состава преступления. А вот в конфликте мэра Улан-Удэ Александра Голкова с журналистами канала «Россия-24» следователи состава преступления не усмотрели. Поэтому неприятная история до уголовного дела не разрастется. По результату проверки нами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку признаков преступления, предусмотренного статьей 144 Уголовного кодекса Российской Федерации, именуемой как воспрепятствование законной деятельности журналистов, нами установлено не было. Что касается другой статьи по бою, то следствие также не приняло доводы ни одной из сторон. В тот момент, когда журналистов оттаскивали от мэра, конечно, определенное физическое водительство применялось. Но признать этот факт преступным нельзя, поскольку цели применения насилия с целью причинения физической боли либо причинения побоев в ходе проверки таких данных нет. В управлении сообщили, что участники конфликта могут обратиться в мировой суд, если, по их мнению, преступление все-таки имело место быть. Мария Латышева, Доржичий Допов, Новости дня. Мария Латышева, Доржичий Допов, Новости дня.